На первый взгляд, ответ странно на такой вопрос, потому что все мы отлично знаем, что риодное число с великолепной точностью сохраняется. В таком нарушении риодного числа, правда, речь к нему. Вы знаете, что время жизни протона больше 233-й лет. И гигантские числа, конечно, ни на таком же по самому масштабе не работают. Но ответ не такой простой. Ответ наоборот такой, что риодное число, то есть на самую территорию, не сохраняется. У вас замечательная работа Коста в 1976 году. Не та, за которую вы получили много поступлений, но, пожалуй, самая лучшая работа. Где он показал, что есть процесс не прокуративный. Мы не описываем грамот теорию возмущения. Вы не увидите нарушение гривого числа, если бы не рисовал 15 миллиограмм с прекрасной теорией. Тем не менее, в неравном теории возмущения такой эффект есть. И связан он с тем, что и барионный ток, и литонный ток имеют аноматию, так называемую. Их дивергиенция не набивает. Их дивергиенция пропорциональна такой вот комбинации, это фактически вот комбинация объявляется ИЕН roomate, ээлектрическое поле налогиил, но не обычного поля, а полироваться полем tryna1 соответствующего слабой группе S two. То есть помните, что tankboard is основанно на полえば6ente weight of S two down between the wind and the wind. То есть мы берем отзону, мы берем отзону, брать-бас и брать. Куб-эффициантам здесь, я так не рисовал специально, служит 1 3, связанная с тем, что это не будет важно, 1 3 связанная с тем, что треуночная плата равна внутри, так что потом 3 плата, 3 уночная плата, 1 единица. И это плата бывает в 3 цветах, и есть 3 поколения плата. В лихтонах прошло такое общую плату. А этот, заметим, что здесь стоит слабая константная связь. Значит, G2,4P, в этой теории это 1 30. Здесь 5 маленьких целей. Значит, аналогично лихтонный петок, кожей или рекламали, точно такое же число, только с коэффициентами пленится для каждого из петли. Существенно, что здесь именно из-за 2 слова участвуют. Несильный энзимонический слабый. Сейчас мы не решим. Значит, но если в это поверить, то соображение такое, что если у меня есть большие фруктуации поля, то, что у меня есть фруктуации поля такие, что такое интеграл в 4-пенном пространстве грибе. Белый уровень. Тогда вот это аналогично изображение. Говорит детского конфигрирует. Говорит нам о том, что изменение грибе не считает равной части. Здесь равная интеграла от правой части по 4-пенном пространстве безначально конечных примеров. Что вот здесь написано. Значит, и аналогично для изменения грибе не сохраняется, если есть большие вот такие фруктуации. Это могут быть фруктуации, это могут быть любые другие. Вы можете руками пытаться такие поля создавать, если вам фруктуация это сделала. Но в любом варианте у вас фруктуальное число, если такие фруктуации есть поля, не будут сохраняться. Значит, важно здесь, что сохраняется разница между фруктуальным числом и суммой литонных чисел в каждой специальности. В полное минус полное литонное число, которое есть сумма по всем поколениям. Да, вот, в любом варианте. Это сохраняющий случай. Значит, вы можете меня спросить и правильно. Как такое может происходить, если гновид, выкранжераны, действия или галлюктуниан в стандартной модели не содержат в себе членов, повышающих оборудовое число? Как вообще может быть? Какая физика стоит за нарушением выкранжерановых чисел в электроскопе взаимодействия? Ну, давайте я попробую эту физику объясню. Значит, давайте рассмотрим для простатку без массы. Значит, на самом деле, для ограниченной толщины можно изучать рефермионы, которые получают массу в стандартной модели, но для простатки ограниченной толщины без массы. Будем рассматривать некоторые внешние полигровочные толщины. То самое, в частном, например, есть группа С-2. И они не соседают. И по техническим причинам удобно работать в полигровке амправо-мужин. Так что не столько лет, как инфициал, а полигровка маленькая. Давайте рассматриваем ситуацию, когда это поле, эволюционный поле, как-то. В чем начальное состояние, такое вакуум, то есть нулевое значение. И нулевое значение напряженности. И заканчивается вакуум. Пряженности вакууме, какое-то начало вакууме. Это может быть фруктуация еще какая-то, еще какое-то. Значит, вы можете руками это создать. Но давайте посмотрим, что происходит в этой ситуации. Значит, напишем уровень герата. Я его написал в виде известных практических практик. Это вот, приемлеменный герат, он содержится где-то внешне. И он расслабился вот так дальше. И давайте будем временно думать, что это поле адиопрактически медленно изменяется. И заканчивает свою жизнь вакуумом. Значит, давайте зададим себе такой вопрос. У нас такое дело. У нас какие-то адиопрактические медленно меняющиеся поля. Мы знаем, что фермионы будут сидеть на тех уровнях, на каких они сидели. Уровни будут, вообще говоря, значения медленно будут изменяться. Но фермионы будут оставаться на своих уровнях. Так что вопрос, как ведут себя в течение времени, собственные значения, диракцию медленно меняющиеся, диракцию медленно меняющиеся, диракцию медленно меняющиеся. Значит, я буду использовать диракцию картину. Не очень популярную, может быть, нынешний, так сказать, была не министерина. Забытую, но тем не менее. Что нам товарищ диракция сказал сегодня? Давайте рассмотрим актуальную ситуацию, когда помню, как у него не было. Схематические уровни энергии фермиона есть нарисованы, есть отрицательные уровни, диагнозы, есть положительные уровни энергии. И картин диракция состоит в том, что дырка в отрицательном море и рака соответствует античастиц, электрон, а фермион, реальная частица, это электрон, это частица, которая ведь может быть. Нынешнее значение в этой состоянии, если отрицательные будут заполнены, если вы вынули из отрицательного уровня фермион, то вы добавили энергию в вашу систему, а эти газетронные положительные. Значит, антигляции здесь соответствует перескок электрона с положительной положительных уровня, реальная вирус, на отрицательные уровни, а которые не заполнены и создают себя высоким. Так, буквально найти уровню Сетеоренка. Значит, выясняется, что именно в том случае, когда поле, как говорят, опологически не древяра, то есть вот этот интеграл, не нулевый, бывает, это для довольно специального элемента, как говорят, на стандартном элементе. Значит, выясняется, что картина поведения уровней будет в следующем образом. Поскольку фермионы безмассовые, можно оттенок обсуждать левый фермион и правый. Вот левый фермион, на них уровень, движется так, вот здесь и загружено. И открыт уровень, вылезает из-под вала, и становится положительным. Вся картина уровня при этом не меняется. Здесь должно быть такую, допустим, туристическую элементу. Важно, что начальные и конечные картины уровня одна и та же, мы находимся в вакууме, но некоторые уровни выныривают из подвала, и из отрицательной области переходят положительным. Это означает, что у вас из вакуума рождается, в данном случае 2, это значит, соответствует том заданной двойка, реальных элементов. У нас не было 2 вакуума генеральский, стал генеральский вакуум, отрицательный уровень заполненный, плюс 2 вишних фермиона. Теперь для правых фермионов, в том же самом поле, санитажный зерновейский, так и наоборот. Уровень, наоборот, занырел. Их ровно столько же занырел, но столько сферов они были. Изменение числа уровней, пересечивших уровней, равно точностью, по логическим мушеству, и урожено. Кстати, такая мощная карьера есть в потолке Землира из двух трагматики. Ну и вот. Значит, картина такая, и, соответственно, если у вас одинаково и левое, и правое фермионы взаимодействуют с вашим передовочным полем, то работает и левая, и правая картинка. Это означает, что у вас в орионах число сохраняется, потому что число левое, плюс число правое. А нарушается, не сохраняется, кираются. Разница между числом левого фермиона и числом правого. Если же, как стандартная модель, с полем дубровного озона взаимодействуют только левые фермионы, а правые с ними не взаимодействуют, то коты-то одна вот такая. И это именно левее место для передовочной группы, поскольку Аславы, или Аславы в части передовочной группы, не такая, если дуброво начнет улучшиться. Эти правила Гора, о которых мы говорим, понятны, потому что такая картина работает для каждого дублета квадрового электрона. Значит, для электрона его нитрина отдельно, там электрона, там электрона и электрона. Но изменим электрона числа на, в данном случае, на другом. А, соответственно, парионное число полное изменяется на, в данном случае, 6. Так что, парионный число не сохраняется, и он не сохраняется, и все это происходит благодаря вот такому движению кругу или вручную. Значит, замечание состоит так. Ну, ясно, что этот ответ не зависит, на самом деле, от изменения соответствующих квадровых чисел, не зависит от того предположения, что мы сделаем с вами, потому что это адиабатически медленно происходит. Если у вас такое движение в уровне и есть, если оно быстро, то все, что может произойти, это какой-то из электронов перескочить в форме налога. Ну, это значит, что у вас водится электрон-позитронная пара, или фрамионная-дефрамионная пара. Вот это вот суммарное барионное электронное число не изменится, потому что барионное число – это разница между фрамионными и антиферами. Так что, эта картина, на самом деле, это говорит вам о том, что любая фактурация, такая же фронтическая и антиферамионная, приведет вам к рождению или уничтожению другого вещества. У нас замечание стоит в том, что пятры демоны только для нягеревых протеек, это не работа по электродинамике. Летродинамик – это апельная теория, но это не было, чтобы лотинок. Поэтому речь идет о нягеревой части стандартной модели ГСУ-2, либо цветного ГСУ-2 цвета. Значит, для цветных взаимодействий квадрокромодинамики нарушение керамики должно происходить, потому что левые и правые фирменные. Левые и правые квадрокромодинамики одинаково взаимодействуют с пленными. И в квадрокромодинамики нарушается керамика, объемность, что испарняется, слава богу, по этой причине. А тот факт, что керамика нарушена, это факт жизни. Это не домостная теоретика, это симметральный квадрок. Проявляется он в том, что в пределе без массового УДС-хватка наивно есть глобальная симметрия по отношению к вращениям любого всех эффективных квадрок между собой. Левая квадратность, правая квадратность. Это означает, что наивно есть симметрия СУ3 на АСУ3 на bio-1 пиреоне на одиноксиально, когда левые и правые квадраты с одной и той же фазой крутятся в разные стороны. На самом деле глобальной симметрии меньше. Это симметрия как раз отвезущей керамики, такого заряда сохраняющегося нет Синетрия ниже, попадает в один фактор. Этот фактор аномально наружен. Синетрии в таком нет вообще. Я имею свои фемиологические последствия. У меня меряется 8 легких, почти на уголстовских прозвалов, колонны, пионы. А не в этом нет. И это буквально соответственно потому, что это никакая несильная фемиология. Так что такая картинка с нарушением вкладывающейся сухой геометрии подтверждена целлетально. Теперь, что происходит в Викторославной теории? Она статистическая макерамиза, а в Викторославной теории. В Викторославной теории в Викторославной теории в Викторославной теории нарушается. Вы нарушаете чрезвычайность вакуума. В теории со слабой связью есть сумасшедший фактор подавления. Связанный с тем, что вам нужна не перформативная физика. Вам нужно иметь большие футболации полей. В вакууме такие большие футболации полей, происходит с очень маленькой вероятностью. Вероятность этого подарка на первую сумасшедшую вакуум. Поэтому при вакууме, при нулевой температуре, и в остях геометрии, эти процессы не идут. И в этом смысле геориодное число сохраняется с великолепным существом. Когда еще на больших температурах понимается, что есть уже тепловые футболации всего наследия, в том, что есть тепловые футболации в калибровочной паре. Эти тепловые футболации большие и быстрые. И если сделать, так сказать, аккуратную оценку, то результат будет такой, что нарушение геориодного числа за счет вот таких тепловых футболаций. Значит, снова здесь включилось полярозное. Как в жарбовых листах. Ну, не важно. Большие футболации с немулевым тепловым числом. Тепловые. Так вот, они происходят быстро по сравнению с темпу расширения Вселенной. Если вакуумное зрение Хельцевского поля невелико, по сравнению с тепловым. Буквально должно произойти такое нерависть. Быстренная диагоника сейчас сохраняется. Эти процессы находятся в тепловом воздействии. То есть в тепловом воздействии, которое происходит в тепловом воздействии. Значит, инициативы температуры, это быстрые процессы, которые подделываются в вакуумной часе. То есть, следовое, когда следует? Значит, ну да, вот эти процессы, которые у вас человеческого, нарушивающего человеческого, они вовремены в透екции в температуре, превышающей вакуумности. Ну, не вакуумное средение, а в среднем среде. Это не причина, она зависит от среды, конечно, и требуется такой генерации. Так, значит, с барионным часов всё в порядке. Теперь можно задавать вопрос. Но нельзя ли такой механизм приспособить для генерации барионной СНП? Примерно вопрос. Но на него сразу ушат холодные воды. Она сваливается, потому что Вселенная расширяется очень медленно. Скорость расширения Вселенной, время расширения Вселенной в два раза характеризуется обратным правом, и это начинает 10-10 секунды. Что не безумно медленно, конечно. 10-10 секунды наивно, как минимальное количество. На самом деле, это очень большое количество с точки зрения слабого взаимодействия. С слабого взаимодействия на них число, соответственно, 10-20, минус 26 секунды. 16 стоят по запасу. Это значит, что если ничего специально не предпринимать, процесс расширения барионного числа находится в тепловом равновесии, и медленно и алиопатически выходит из теплового равновесия. Никакой генерации барионной алиопатически выходит из теплового равновесия не выполняется. Что делать? Нужно спасти ситуацию. Спасти ситуацию нужно. Если вспомнить, что электрославная теория в электрославной теории, вообще говоря, может быть фразой перейти. Так же, как в теории генерального состояния, при высоких температурах есть пенулевую температуру. Есть х-механический конденциал, и электрославная селетрия нарушена. А при высоких температурах она не нарушена. И ситуация здесь буквально аналогична, потому что есть теория на светлого равновесии, когда при высоких температуре у вас есть нормальная фаза конденсатора, а при низких температурах, теоретрифически, есть конденсатор генерального степла. Здесь ситуация такая же. Если конденсатор исчезает при высоких температур, то существует низ. Такую фазу переход может быть, в принципе, фаза перехода первого уровня. Она происходит из переохлаждированной фазы. И картины здесь, конечно, драматичные. Фазный переход происходит не анорматно. Тема образования переохлаждированной фазы зырей – новой фазы. И сходная фаза хиллорожит. Горячая среда ватная среда – 0. Среди посреди хиксерской поле – 0. Значит, если есть фаза перекропы в уроны, то спонтанно зарождаются новые фазы. они расширяются, стал консистентными, поискописи откаляются, и это, конечно, сильно нервно-навеский процесс. Это сильно подойдет в холодильность. Значит, картинка здесь драматическая, потому что рождаются эти пузырьки микроскопического размера, например, 10-16 сантиметров. А рождаются их, грубо говоря, несколько шпут на хамбонский объем, хамбонский объем. То есть они успевают расшириться почти до хамбонского объема, а уже потом их степени начинают сталкиваться. А хамбонский размер на это время составляет примерно миллиметр. То есть они расширяются на 15 порядков, прежде чем начнут сталкиваться. Сильный нервно-навеский процесс. И, в принципе, в такой сильной нервно-навеской среде возможна генерация вариона ассиметрии. Действительно, есть механизмы генерации ассиметрии между веществом и антивеществом кварками и кварками на стенке этой бутылки, в то время, когда эти стенты движутся через скрытку. Сильный нервно-навесный процесс. Значит, но есть необходимые условия. Не нужно, чтобы этот процесс закончился. Среднее от хитовского поля было уже маленьким, но он уже большим, простите. И, значит, это начинало возраст большей температуры, чтобы процессы с нарушением барионного числа вышли из равновесия. Иначе, после окончания процесса, опять-то, они находятся в равновесии, и приемные ассиметрии полностью заморозят. Но нужно это обеспечить выполнение этого нервного равенства после того, чтобы выкрыть. Значит, стандартная модель. Если буквально взять стандартную модель с одним хиггсовским дебилетом, то там никаких неопределенностей нет, кроме одной массы бозона хиггса. Мы все знаем про стандартную модель физики частиц, кроме массы бозона хиггса. И можем посчитать, выполняется ли вот эта неравенство. Опять-то такое, что нет неравенства. При существующем ограничении на массу бозона хиггса, вот это неравенство необходимое нам не выполняется. Значит, давайте я более аккуратно поясню, почему есть массы бозона хиггса и вообще в чем делают, как бозон перетод первого урока может образоваться. Значит, при конечной температуре вас интересует свободная энергия, эффективный потенциал температуры. Это и есть плотность свободной энергии. Значит, плотность свободной энергии в присутствии полифика. Вы забиваете, возьмем значение хиггсовского клуба и спрашиваете себя, чему равна при этом плотность свободной энергии в стандартных вычислений и теориях инсценции. И вы убеждаетесь, что есть древеская часть, это исходный отрицательный квадрат массы, который обеспечивает то, что вы находитесь в хиггсовской фазе древеской температуры. Есть температурные поправки, есть опять-таки древесный кусок четвертого порядка и замечательно, что есть кубичные щели. Причем, значит, вот эти константы, афер и б, это константы, соответственно, по параметрам константного квадрата и увеличены порядка древеской температуры. А вот в теории хиггсовского клуба есть и хигген, и хигген, и хигген. Ну, предъявления здесь не существенны, если интересен эффективный потенциал, потому что я интересуюсь вопросом, там какой фазы, где первого уровня, второго уровня, где вообще нет. Ну, это вычисление, это клуба один. Вычисление у нас в теории хиггсовского клуба. Ну, или нет, этот член тоже, конечно, есть. В начале хиггсовского клуба. Значит, кубичный член – это необходимая вещь. Если бы его не было, то соответствующий потенциал, боготочность, как в теории Хиггенова-Каландау, сверху вводим среду фазовый переход второго уровня. Кубичный член – 100% несущественный, но как раз делает фазовый переход первого уровня. Он вообще довольно странный, потому что на самом деле это выглядит так. Это фи – это, вообще говоря, дублет, да? Это компрессорный дублет. И эти комбинации, которые реально входят – это фи, крест, крест, крест и крест, крест и второй. Не аналитичный по полю. Откуда не аналитичность берется? Он существенный, но не аналитичный. Откуда не аналитичность берется? Не аналитичность берется, ее, как говорится, исходная причина – это особенность при малых импульсах и малых энергиях, функция распределения бозона. Массы и бозоны пропорциональны к хикстерскому полюсу. Там как демократный, но уже бозоны, деклазоны, не все имеют массу жиографии на фи. Поэтому вот это вот проведение, вот это вот возриспределение при малых энергиях, оно так будет. Температура будет видеть на энергиях, то есть температура при малых импульсах, эта температура будет видеть на модуль фи. То есть видно, что есть не аналитичность для бозона. Для фирменов нет. Для фирменов здесь стоит знак «плюс», никакой не аналитичности нет. Фирменов такой выполненный спросит. А у бозоны, благодаря вот этой не аналитичности, бросит вклад в кубичную часть их не будет. И в конечном итоге приводит к бозону. Но это не аналитичность, она, например, в главе фирменов. Что если мы не занимаемся как модуль фирменов, то вы вообще не можете работать после его излучения. Настолько сильные и большие бозоны, что взаимодействуют же люди с подсоцентом существами. Поэтому реальное вычтение, когда вы делаете, либо вы работаете при достаточно больших значениях фи, или вы работаете при достаточно больших значениях. Либо вы делаете это излучение неконкумативно, исходив в вашу первую решетку. На конечном итоге. Не изучая, есть там фразы неконкумативных. Такого уровня. Так вот, смотрите, что происходит. Давайте мы посмотрим на момент фазы перехода. При такой температуре, когда практически все мы вообще не имеем. Тогда смотрите, у нас эффективы целых вот такие вот образы. Веда – это комбинация кубов-констранных. Среднее значение поля, когда у вас исчезает, например, на отхищенная часть, среднее значение поля вовсюду мгновенно находится в минимизации. И величина порядка кубов-константочки мгновенно. То есть, это есть некоторое число на двух калибровочных константах, и гиналявна. А лямбда – это вот цена к 4-й степени к лямбду по полю, и он же определяет вам массу хиксовую бозону. масса бассонов на хисть. Ох, я не знаю, она известная вакуумная средина. Вакуумная средина из 247 г, знаем, если масса не у него из обвазона. Поэтому вакуумное средине не знаем, поэтому караметр, который здесь х-знаменатель, это квадратная масса хисть-овского бассона. Если у вас вакуумная средняя по среднему вот такое, если у вас глянда большая, то средняя по среднему маленькая и леща, например, наше устройство вам не выполняется. Но вы же вроде бы пили инстанкторную графу за эти снижения? Нет, это я показываю, какие вакуумные среднеры за 5-го и 1-го года. Что? Нет, нет. Это на тот момент, когда у вас... Я немножко выгляжал температуру, и потом у меня минимум куле пропадает. Я могу взять температуру чуть-чуть повыше, когда реально происходит у вас вверх. Ответ не меняется, и результат такой, что для больших значений январь, а мы знаем, что они большие, потому что есть ограничения, но у нас у вас есть точнее, 114 вверх с переключением. Значит, работает вот это вот соотношение, а это означает, что, значит, после флазового перехода, если он был оселедричен, он заморился. На самом деле, всё неправильно для стандартной модели, потому что константной связи здесь настолько великолепно, что этот параллель настолько маленький, что мы начинаем доверять нельзя. Надо делать реально, и это будет сделано вычисление в рамках решеточной теории при количественной теории. Ответ такой, что на самом деле при таких значениях константной связи, при таких значениях массовой флазового перехода в константной теории вовсе не происходит. Здесь же два, два, всё. То есть никакой-то картины с кипячей Вселенной, если оставаться в рамках стандартной модели, нет. Это первое. И второе. Мы знаем с вами единственный источник нарушения ЦП. Это ещё одно требование Андрея Всакова. Значит, надо, чтобы был нарушен ЦП. Источник нарушения ЦП стандартной модели всего этого. Вы знаете, что есть вермакет, смешный боярж, карьерный заверший Москва, и есть нарушение ЦП. Но это очень слабо и слышно. Он настолько слабый, что им обойтись для генерации бульонной асимметрии тоже не дается. Два обстоятельства, которые не позволяют организовать генерацию бульонной асимметрии в рамках стандартной модели. Одно обстоятельство – это то, что нарушение ЦП стандартной модели нет. Можно ли расширить стандартную модель так, чтобы всё-таки сгенерировать бульонную асимметрию, что для этого требуется? За счёт рестрастного процесса. Ну, для этого требуется, во-первых, увеличить вот этот коэффициент. А вот помните, что он взялся из бозонов, которые взаимодействуют с поли-хильсом. Вот он отсюда сейчас. В поли-хильсах, константы взаимодействия этих бозонов с поли-хильсом, и немного, чтобы этот член был существенно небольшой. Значит, не нужно, чтобы у меня было взаимодействие бозонов с поли-хильсом. Я нужен новые бозонные поля, новые бозонные частицы, которые взаимодействуют с хильсом. Так? И достаточно сильное взаимодействие, значит, к хильсом. Значит, эти бозоны должны быть лёгкие. Они должны присутствовать в среде при температуре порядка 100 ГФ. Значит, масса всегда взаимодействует порядка меньше 500 ГФ. Вот добавившие такие частицы в достаточном количестве, можно обвинить за наш бозонный бе-хильсом. В суперсимметрическом расширении это удается сделать, когда считают, что скалярные суперпартнеры топ-хладка имеют маленькую массу меньше 900 ГФ. Это для LHC легко. Ну, для LHC его хорошая нормальная человеческая сантиметра. Это лёгкая задача найти. Скалярный суперпартнер топ-хладка с массой меньше 200 ГФ. Так что такой стандартный, ну и вообще в любом случае, если вы хотите исправить положение с фазой перехода первого урона, нам нужно специально устраивать динамику в ланхейксовском секторе, или секторе спонтанно уже несимметрии в электрославной теории, так что несите двухфазовый переход первого урона. И это мы, конечно, узнаем из экспериментов вашего урона. Это мы сделаем фазой переход первого урона таким образом. Если мы ещё добавим дополнительные источники ЦП нарушений, тогда мы сможем генерировать обороны осветы. Значит, вариант осветы генерируется, как мы говорили, на стенке расширяющихся пузырей. Это того, кто место, где наиболее сильны эффекты нарушения цеплового равновесия. Значит, стенка пузыря, шварка, это профи хиксовский пузырей. То есть надо, чтобы было несколько, надо, чтобы ЦП было нарушено на этой стенке, и квадраты взаимодействуют со стенкой ЦП негенерировать обороны. То есть нужно нарушение ЦП в хиксовском сетке. Нужно несколько хиксовских полей, нужно взаимодействие между ними, которое нарушает ЦП. Тоже задача вполне пассивная нарушения. Ну, насчёт нарушения ЦП в признавании цифровых хиксовских полей это дело, может быть, для атаксии непростое, но обнаружив лишние дополнительные хиксовские поля, это нарушение дополнительных хиксовских полей. Подопить какая-то симметрия? Ну, в суперсимметрии это обязательно, да? Там требуется обязательно вводить два хиксовских полей, да? Иначе нам введут вообще минимум два. Вообще, так сказать, кто сказал, что приводят? Я иду за сметрию. Я иду за сметрию. Я иду сказал, пожалуйста, можно сделать несколько хиксовских полей. Для стандартной модели не зашлось. Но, можно упадить, мы не рассматриваем 2-хиксовских полей, 3-хиксовских полей. А в суперсимметрии в теориях это обязательно. Это из-за этого не уводить. Суперсимметрия не допускает, не позволяет сделать массу всем фермионам с помощью аналогии. Так что, и в этом вопросе, мой человек Роман Николаев должен сказать вам несколько слов. Иначе, если обнаружатся какие-то замечательные свойства, новые частицы, с массой меньше, как то все, тем, позомные и в большом количестве. То есть, тот почему хороший? Потому что он в 3-х ипостасях бывает, именно в 3-х цветовых состояниях, что сразу украивается эфир. Поэтому тут надо не просто одну частицу, а, хорошо, побольше. Цветную частицу, что-то такое. И, оборот, из нескольких обозонных фиксов, будет сильное указание на том, что гамма направлена в руке, и генерация миллионной асимметрии может быть действительно исходила. Генератор и генерация миллионной асимметрии. Значит, опять, ситуация неоднозначная, конечно. Потому что генерация миллионной асимметрии отнюдь, по-видимому, не самый популярный сегодня сценарий генерации. Временно асимметрия, видите, что он требует, так сказать, довольно специальной динамики на масштабе сольный генер. Есть альтернативы, в частности, для генерации, о которых я напоминал. Красивая идея, не привязанная к масштабе с генерированной асимметрией, а генерированной ассилляцией. Значит, может быть, он работает. Но вполне может быть что-нибудь совсем другое. Но в любом варианте надо сказать, что есть вопрос. Вопрос, на который практически не один механизм генерации асимметрии между веществом и антивеществом, и механизм генерации темной материи не отвечает. И этот вопрос на каждой силе. А именно, мы знаем, что варионная плотность у меня, плотность массы варионной ассилляцией, и плотность массы темной материи отличаются всего в 5 раз. Пределы порядка величины составляют. Как такое получилось, совершенно непонятно. Потому что механизмы генерации, о которых мы говорим, никак не привязываются к варионной ассилляцией и плотность массы темной материи. И совершенно развязаны. Между ними могло быть любой совершенно соотношение. Тем не менее, оказывается, что различие всего в 5 раз. Этот вопрос висит. Может быть, мы не на правильной пути. Может быть, надо искать. Ну, на самом деле, есть очень предложение по поводу того, как это могло произойти. Но надо сказать, что они такие не очень родоподобные, не такие очень любые. Ну, надо искать красивый механизм, объясняющий это. Вот, значит, подскажете нам что-нибудь по этому поводу того, что их нет. Здесь я рассказываю не буду. Ну, наверное, давайте мы сейчас сделаем любых. Ну, может, дальше я хотела перейти к следующему. К следующему. Дормально, как это? Ну, конечно. ПОДПИСМЕНТЫ РАССИЯ ПОДПИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Думается, что горячая стадия, и это почти наверняка, что горячая стадия, рационно-доминированная, предшествовала стадия, какая-то, наверное, предшествовала стадия. Вообще говоря, нельзя исключить в том, что либо пиво-варионной святы, либо темная материя генерировалась на предыдущей стадии, на предшествующей стадии горячей стадии. Есть ли какие-нибудь свидетельства того, что все-таки генерация происходила... Точнее, можно опровергнуть утверждение, что генерация в темной материи гиппо-диланной святыли происходила на стадии горячей и большей стадии. Или это вещь в себе, и опровергнуть ее невозможно. Наоборот, найти могут быть дискрементальные данные, которые свидетельствуют в пользу такого возможности. Тебе дали такой взгляд на вещество. Вот это я хотел с вами обсудить. И вопрос интересный. В частности, тем, что отчасти у него есть адрес. Значит, для того, чтобы обсудить, давайте обсудим, какие бывают... Значит, мы знаем, что Вселенная не вполне однородна. Есть галактики, есть скопные галактики. Они возникнутся первичных неоднородностей. Эти первичные неоднородности мы видим, в частности, которые были из-за материи и выдачи. И они не подошли. Значит, какие в принципе могут быть изначальные первичные неоднородности? В принципе, могут быть разные. Чтобы Вселенная была компонентная. И в принципе, можно мыслить в себе неоднородности разных галактиков. И вот их классифицируют на то, что называется на жалобе. Адиоматическая мода. И мода – постоянный кризис. Сейчас объясню. Адиоматическая мода такая. В которой флотность энергии имеет неоднородность. Соответственно, есть неоднородность в температуре. Вещество Вселенной неоднородное. А химический состав среды – один и тот же. Всюду. Значит, на нашем с вами языке это означает, что флотность бариона и флотность бариона пришла, флотность массовой барионной. Контропия, флотность синтропии везде одинаковая. Возмущение в этом параметре имеет. Значит, что у вас химический состав в одном месте у себя, не отличается. А флотность в одном месте поменьше – ну, поменьше. Температура в одном месте поменьше – ну, поменьше. Если тёмную материю берём на асимметрии, не имею в виду на горячей стадии, то это обязательно. Почему? Потому что физические процессы, которые происходят в разных частях семена, они эти. Если изначально у вас была одна вся компонентка, всё было в тепловом аналитике, то, значит, есть только неоднородная степенность. И затем, когда происходит процесс генерации барионной асимметрии, или тёмной материи, у вас одно и то же значение барионного числа барионной асимметрии, будет всё равно во всех местах. Это обязательно… Ещё раз, значит, вот такая, как говорят, вода возмущений, такие изначальные возмущения с постоянным, независимым пространством, химическим составом – это обязаловка, если изначально всё равно будет вода. Но, в принципе, можно сделать и другие возмущения, как говорят, модные возмущения. А именно, возмущения такие, ортогональные. Такие, что на горячей стадии, когда у вас болитмийские вещества доминировали, плотность энергии была постоянная в пространстве, и, соответственно, температура была одна и даже везде усиленная. А была неоднородная, ну, наоборот, неоднородный химический состав. Планировалось отношение плотности бариона к плотности энергии. Это называют «барионной» моды постоянной гривизны. Постоянная гривизна – потому что плотность энергии, которая сидит на горячей стадии в виде облицовистия, она одна и даже везде усиленной, однородная, а неоднородная вот эти вот какие-то величины, которые организуют химический состав. Их еще и называют «энтропийными модами», потому что «энтропийные барионы», «барионы», «барионы» разные краски по старой усиленной. Вот такое не может произойти, если болиона осинтрии идет в темную материю, генерировались в процессе горячей эволюции усиленной. Сначала сериал «барный модель». Вопрос. Можно ли разрешить, какие на дне возмущения будут? И ответ на этот вопрос положительный. В первую очередь он связан с измерениями анестропии и репутых излучений. Это артиклы, конечно, видимо минократа. Это, значит, температура репутых излучений зависит от положения на невестной схеме. Значит, горячая область. Здесь более горячая. Более холодная и темная область. Ну, и масштаб здесь, так сказать, типо 10-4, по цели температуры, микро-кельмин. То есть температура, по сути, кельмин. Речь идет о высоких микро-кельмин. Такая зависимость, есть температура репутых излучений, от направления. И это, собственно, и главное, какие были излучения. Вот где-то здесь, в конце концов, образовался здоровый классный талант. Ну, может, это трудно-человек образовался, значит, большой название. Классный талант, наверное, очень много. Понимаю. Теперь, значит, как люди анализируют эти карты? Ну, простой способ. Анализа состоит в том, чтобы разложить неоднородности температуры на микро-стосфере по сферической гармонике. Из этого хорошего ее разложения по сферической гармонике извлечь коэффициенты rn из карты температуры густерева. И они вам будут свидетельствовать о том, какие же волны и какие возмущения были в плазме на разных масштабах расстояния, которые мы видим от разного угла. Большие, соответственно, маленькие угловые масштабы и, соответственно, с сравнительно малым видом волн возмущений, которые были в этой цели. Теперь все согласовывается с тем, что, ну, или почти все, есть и вон на это дело, с определенной долей уверенности можно говорить, что вот эти коэффициенты представляют из себя гаоссово-смучальное поле. Это экспериментальный факт. Причем гаоссово-смучальное поле незатронное. Так что вот эти коэффициенты что это значит для вас причем? Что они независимы, так? Что их усреднение в ансамбе пропорционально вот этот сигнал между нагармониками. А изографии говорят о том, что вот эти коэффициенты которые характеризуют повышение на разных длинных полных, на разных полных что они зависят только от орбитального уголовного числа и не зависит от m от второго количества. Значит это свойство изографии. И оно тоже подтверждается. Хотя здесь тоже есть разговоры всякие. Теперь нужно полезно понимать, что если я хочу узнать, чему равна фунтуация температуры данной точки университет сферы она будет равна вот такой речи. Ну или примерно если речи идет больше 5, то это вот такой и вот такая речи проектиризует фунтуацию температуры вклад фунтуации температуры то это ритмическое подрывало дворок значит одно слово по поводу этого усреднения значит усреднение по ансаблю ансабль что за ансабль? ансабль вселенной типа нашей где все то же самое как у нас только с причиной полей выпадает разная реализация ну по вселенной по ансаблю вселенной по нервни это ансабль вселенной поэтому реальное усреднение происходит по по n я думаю ведь такие статистические свойства изучаются для одного всего набора коэффициентов и это можно делать если у вас сфере большое если у вас есть много нервоник то значит это может делаться определенные поведенными а если небольшой то у вас есть то что называется космическая планет космическая неопределенность т.е. у вас есть неизбывная неубиенная статистическая неопределенность все впечатления которые вы можете сделать с целью сравнивать с экспериментом вы должны понимать что у вас есть одна вселенная и в ней галасу ваше случайное поле приняло вполне определенное значение статистическая неопределенность которая на самом деле доминирует цельмаль т.е. значит ну вот картинка в зависимости от d d a буквально вот этого комбинация или n т.е. значит она должна передвигать с т.е. и т.е. t значит Это инструментальные данные. Картиночка – это лучший фильм, значит, теоретически. И видно следующее. Видно, что… Да, вот эти вот усы – это не даже эксперимент. Усы – это как раз та самая космическая самодельность. Эксперимент дает значение с лучшей точностью, но это достаточно бессмысленно, потому что там все равно есть диагнозы, связанные с тем, что на сегодняшний день. Эксперимент днести его в текло, где вошедет, и здесь вошедет дальше. Вот эти усы справа – это уже вошедший фильм. Вообще, все уже какие-то усы справа. А, значит, видно, что картинка точно не привязана. Видно, что есть структура, пики, значит, удачного бывания. В велосипеде привалок – это почти плоскость. Эксперимент достаточно привязан. Но знаете, что я говорю, простая физика. Простая физика состоит в том, что, значит, у вас есть изначальные неоднородности плотности. Которые, кстати, механизмы генерации, которые отсутствуют. Теория горячего большого взрыва. И с генерацией справляются инфицированными частями. Возможно, есть галлюционные полы первичные. Не только однородности плотности, но нет ни однородности. В принципе, это соответствие кондиционного балла. Значит, тот факт, что позаики в центр А и РМ – это гауссовые случайные величины, соответствует тому, что изначальные футуации плотности – это случайные гауссовы поля. И это, на самом деле, сразу подсказывает вам источник, куда они взялись. Гауссов случайные поля. В языке квантового поля – это то же самое, что свободное квантовое поле. Оно удовлетворяет теория милинг. Поэтому, если у вас есть свободное квантовое поле, невзаимодействующие квантовое поле, и вам удалось усилить его вакуумный футуанс, вакуумный, теория милинг – это удовлетворяет вакуумный звук. Если вам удалось усилить вакуумные футуации этого поля, то вы получите гауссов случайные поля. Так что, скорее всего, вот эти неоднородные плотности взялись из вакуумных футуаций в квантовое поле за счет этого усилия. Потому что какой механизм усилий? Могут, понимаете, с прибором к футуарным гауссов. Теперь, значит, вся эта картинка совместна с тем, что спектр фруктуации изначально плоский. Что это значит? Значит, если я посчитаю фруктуацию, буду изучать вклады разных длингов, или разных полмотых векталлов, разные инкусты, то алгоритмический интервал этих инкурсов вносит более-менее один и тот же вклад, независимо от того, какой инкурс мы рассматриваем. Значит, если ns равно 1, это вопрос, так сказать, терминологический, почему так, или исторический, почему так назначают показатели спектра, если ns равно 1, то зависимости от каждого вовсе нет, и все алгоритмические интервалы инкурсов носят один и тот же вклад фруктуации. Это называется воздействием масштабной вероятности спектра, который в свое время Дможипович и Галисову Азельтович давным-давно независимо от каких моделей генерации. Значит, современные данные более-менее согласуются с тем, что это показатель образования, хотя показывают, что может быть спектром немножечко красным. В рамках первой степени это 0, но центральное значение отрицательное, значит, что спектром красным. Меньше и малын, и все больше, как правило, и это все предположение, что галлюционный долг первичных нет. Значит, эти же наблюдения показывают, что галлюционный пол что вклад в галлюционный пол определенный галлюционный пол точнее, квадрат в отношении к квадратам определенной возмущенной теплотности это величина небольшая, меньше, чем 20%. Это достаточно информативно. И это вот, так сказать, сегодняшний статус. Здесь отложен на клон спектра, единичка – это точка галлюционного вредовища. Значит, ну, а это контуры одной, стандартная формировка стандартная. А это всякие разные инфляционные петли. Здесь отложено на клон спектра, а здесь отложен относительный клон галлюционный ну, 20%. Значит, сегодня исключить Галлюционного Завидовича нельзя, но есть указания, скажем так, на то, что спектр не совсем галлюционный Завидович. И это более-менее согласуется с последним моделями инфляции. Инфляция с красивым целом. Фигмонрат, когда сдают в этот точке. Ну, это как слово. Значит, что дальше происходит? Значит, у нас есть изначальное возмущение, дальше они галлюционируют. Значит, если речь идет о барионфатонной пумонии, о барионфатонной пазме, то до рекомбинации они галлюционируют как ЦРВ, это возмущение галлюционирует как ЦРВ, и это звуковые группы. В этих звуковых волн сохраняется конформный импульс. Физический импульс падает, как и не цена. Соответственно, длина окна на высоту, на что он не факт. Понятное дело. Значит, и осцилляция происходит вот таким вот образом. Это звуковые волны с данным конформным импульсом, с данным значением конформным импульсом. К – это и есть КАА – физический импульс, В – это скорость звука, это значит, что тут есть физическая частота, и проинтегрированные волнения, напомния осцилляция. Значит, важно, что здесь косинус стоит, не сирий. Почему? Потому что зафиксирована фраза сцилляция. Изначально уравнение для звуковых волн имеет два решения, конечно, уравнение второго полета. Но если вы подъедете до заднего времени, то есть два решения. Одно решение – постоянное, а другое – если вы будете двигаться к нулю по времени, резко растет, и нападность вы будете в период по времени, она быстро падает. Прежде чем импульсоцилляция начинается, идет вот такой вот режим, когда нападность постоянно, а другая падает. и падающий волн отсутствует в начале данных. Поэтому фаза фиксирует. У вас есть всего одно решение. Значит, это решение косинус. Значит, возмущение темной материи не осцилляет. Темная материя без давления нет. Поэтому возмущение не осцилляет. И все это провинцируется в результате на осцилляции возмущения и плотности для функции импульса на метр рекомбинации. Эта мода на метр рекомбинации становится вполне определённой в той величине и в зависимости от того, чему равна фаза, то есть он вспомнит либо нулёк, либо единички. Это значит, что у вас должна быть осцилляционная картина на функции импульса или дверной волны. И, соответственно, осцилляционная картина по вашим наблюдениям. Если у вас волна успела подрастить сколько надо, так что он просит вставлять не единички. Значит, волна будет махнутой, в ней будет самый большой эффект на анестракле любитого излучения, и этот тейпульс вы видите под определённым углом всего. Поэтому осцилляционная картина буквально возникает из того, что у вас есть разные фазы волны разной длины. Некоторые волны определённой длины успели родиться как раз попасть в фазу в момент рекомбинации, когда дача трения этого фотона. Вы смотрите на них и видите, что у вас наиболее сильная футуация температуры соответствующего уголовного, не соответствующего уровня. Это и есть принципа консилляции, которые вот здесь подказывают. Это не первая волна, вторая волна, третья, и вот они, штуки. Понятно, да? Значит, расстояние между ними угловые примерно один. Продолжим. Есть ещё один эффект. Ифет связано с тем, что у вас есть возмущение и в тёмной материи, и в брион-фотонной кумпании. Возмущение в тёмной материи постоянно, и между ними есть и конференции. Если возмущение в тёмной материи и в брион-фотонной кумпании, то мне того и нужно происхождать. Если в одном и том же месте, и бареолок больше, и температура больше, и темной материи больше. Если у вас имеется адиоматический модуль, если у вас химический состав один и тот же, это значит, что там и больше температуры, там же больше и темной материи. Вот происходит интерференция между бареолоком и темной материи. Это интерференция Торреса. Препереденция – она вина. Препереденция – она вина. Смотрите, у вас некоторые пики, есть общее уменьшение. Скажем, этот пик выше, этот пик относительно выше человека. Понимаете, у нас есть общее конверсное уменьшение. Но важно, что у вас происходит, как правило, неравномерность в высоте пика. Ни чёрные пики выше, чем чёрные. Значит, теперь, как я обусловлен, это интерференция. Приборе того, у вас вся эта картинка не проседает двумя. Если бы это был космус, то он бы просил двумя. Это картинка, где он говорит, картинка двумя, не проседает. Значит, у вас есть интерференция, постоянная часть, неосценирующая, неосценирующая часть. Вот такая вот картина. И это, на самом деле, очень информативно. Так, например, наверное... Еще раз, что это информативно, почему? Потому что отсюда вы можете понять, у вас возмущение в тёмной материи, и возмущение в орионотопных компонентах. Скормулировано друг с другом или нет? Один и тот же источник или разный. Значит, в адиоматическом море это один и тот же источник. В море постоянно привезли. Нет. Источником всего является рефруктуация в тёмной материи. Картинка совершенно другая. Вот так картинки, которые здесь возникают. Значит, это адиоматическая зависимость вот этой, не знаю, самой цели. Значит, здесь разные вклады есть, о которых я не буду говорить. Давайте о чёрной материи смотреться в разовом. Она выглядит таким вот образом, буквально так, как доктор прописал. Ну, если... Отлично потому, что если вы у них лишний масштаб, а там же масштаб... Отчасти вы у них лишний, отчасти не у них лишний. Ну, видно, что у вас есть высокий период. Есть, как сказать, нечёрные и не выделенные, по сравнению с чёрными. Значит, картинка тогда катается. Значит, если рассмотреть на, значит, моду постоянной привезли, тёмные материи, то картинка совершенно другая. Значит, здесь пик находится в районе 200, здесь первый пик, низкий, находится на уровне 100, и следующий, да, примерно 30. То есть, они совершенно другими в той фазе, как на самом деле. На самом деле, вот это вообще. На самом деле, посмотрим ещё вот самую картинку. Вот вам про вас тренинг действия. Первый пик. Ну, и дальше, на следующий пик. Пренинг через место. Да, да. Пренинг через место. То есть, это... Говорю про то, что действительно имеется на географические модовые замещения. То есть, модовые замещения, в которые, значит, химический состав среды один и тот же всюду. И сегодня ограничения на привезли, могут постоянно привезли на уровень 10%. Не буквально из какой-то, но всё-таки серьёзные ограничения. И это действительно указывает вам на то, что барионная сметрия и тёмная материя вы для барионной сметрии ограничили похуже. То есть, потому что, да, для барионов. До бариона сметрии ограничение похуже. Барионная сметрия. Похоже. Ну, а при успешности, да, похоже на то, что тёмная материя и барионы генерировались на горячей стадии, так что там, где температура вышла, там и тёмная материя в общем. Вот с такой точностью мы сегодня это сделали. Важно следующее. И это очень интересно, в связи с тем, что сейчас только облетает плавка. Это следующий спутник, который измеряет настройки и его данные будут ещё более точнее и продвинуться в область больших лет. Так вот, вопрос интересный. Остаётся, потому что даже маленькая привить моды постоянной грязны означало, что мы грубо ошибались. Что тёмная материя, генерация тёмной материи, происходила до горячей стадии. Если генерировать, всё, никакой моды постоянной грязны быть не должны. И поэтому этот вопрос интересный. И, значит, один из вопросов в планку такой. Спасибо. Один из вопросов в планку такой. «Есть или нет?» Значит, вот постоянная грязны. Ну, вообще, хотелось бы, чтобы её не было. Но если она найдётся, то будет революция исполнена. И вообще, тогда разговоры о том, что LFC найдёт, что такое утиложное материя, они все произойдут. Ещё раз. Если у вас сначала всё было в равновесии. И частицы тёмной материи, и марионы, и фотоны, всё вместе. Тогда отношения, которые генерируют в разных местах Вселенной, независимо, но одними и теми же физическими процессами, генерируют, скажем, тёмную материю. Тогда у вас отношения к плотности тёмной материи к антропии одно и то же во Вселенной. Независимо от того, куда выступить. Оно определяется физическим процессом, который в этом Вселенной происходило. И это буквально означает адеопатическое время. Если у вас здесь образовалось больше тёмной материи на фотон, чем здесь, это означает, что у вас либо это было заложено до большого взрыва, либо у вас разные физические процессы происходящие. Вообще невозможные процессы. Поэтому революция будет состоять в том, что генерация тёмной материи происходила, если Вселенная имеет разный химический состав разных местах, значит, что генерация тёмной материи происходила совершенно не так, как уже. До горячей стены. Ну то есть у частиц, значит, нигде не нейтралены? Наверное, и частицы нигде. По-моему, где нейтралены, их тоже нам можно генерировать на стадии химии. Но ясношный механизм совсем другой. Вселенная совершенно другая. То есть все эти соображения о том, что нужно иметь с членом мобиляции, и т.д. и т.д. и т.д. Например, обсуждается довольно серьезно. Обсуждается возможность того, что масштаб квантовой гравитации не плановский, а термин. И соображение такое. Вот есть у нас в природе интересный и важный масштаб, термин. Электрославный масштаб. Как это так, что у нас есть два совершенно разных разнесенного масштаба? Электрославный масштаб, сотни гернат, т.д. И гравитационный масштаб 10-19. Давайте попробуем их сказать, что на самом деле гравитационный масштаб это тоже так. Такое можно сделать, если предположить, что наш мир имеет больше, чем 3-12 измерения. И более того, если у нас есть дополнительные измерения, значит, если у нас есть дополнительные измерения, то есть большой размер. Ну тогда, конечно, будет еще другая эволюция. Потому что тогда коллайдеры начнут изучать квантовые гравитационные. Ну, может быть, не увеличить, так сказать. Значит, тогда, конечно, космология вся может другая. Можно будет доверять всем нашим вычислениям космологии, начиная с t он не выше. Изоляцию нужно делать тогда либо в квантовые гравитационном режиме, либо в режиме малых гравитационных гиперок. И генерируем реалную симметрию и тёмную материю при уж точно до масштаба меньше чем-то. Или все это делать в режиме гравитационной гравитационной, что еще более увлекательно и, как говорится, с средним масштабом. Так что в таком варианте все будет очень интересно. Долго придется забираться, строить новые коллайдеры, изучать квантовую гравитацию на них. Ранную космологию начнем изучать, так и все будет выпущено. Открывайтесь, может быть не отключен. Не имеет ключей личности. Есть наоборот гораздо более эссимистические развитие событий. на котором я проходить хочу восстанавливаться. Давайте думаем, как хорошо устроим нашу силу. Замечательно. Многие параметры, которые с потолка, могли быть какие угодно, оказываются очень даже удачными. Например, космологические постоянные, токус теории, токус синергии. Сегодня экспериментально известно, что ее величина вот такая, героскопичная. Значит, совершенно никуда не лезет число, что в физических частиц чисел 10-3 или 2 вольта отразить не было. Минимальный масштаб, это масштаб квадратной динамики, это сотни метод, а никак не действие успеха. Тем не менее, если бы космологическая постоянная динамика была на пару порядков больше, чем 1 число, по абсолютной величине, то у нас мы с вами тут не сидели. Значит, темп расширения Вселенной был бы настолько большой, если бы космологическая постоянная положительность, ускоренное расширение, для чего она была настолько равна, что галактики не успели воспоминяться. Если бы космологическая постоянная была отрицательная, и на пару порядков больше, то тоже шла, потому что Вселенная сжалась в груди, да и коллапсировала, перестала расширяться, да и коллапсировала, задоннула до того, как говорят в исторической информации. Так что вот это число, которое, на первый взгляд, кажется идиотским, оно очень даже подходящее, очень даже полезно для нашего с вами организма, что это число не оказалось ни по-моему, чем попало. Значит, мы с вами явно-гравто говорили, что возмущение плотности изначально имеют лишнюю порядок 10 минут, если бы не станет самостоятельно. Это тоже удачно. Тоже замечательно. Значит, если бы эти возмущения были на порядок меньше, то надо бы тоже с вами быть 10 минут, потому что галактики не успели бы сформироваться с того начала длинирования тёмного вина, но начало ускоренного расширения. Значит, никогда бы не сформировалось. Если бы этот величинал был на порядок больше, назвал бы как хорошо, думки тоже не очень хорошо, потому что тогда, ну, это, так сказать, результат длинирования расчёта, тогда галактики сформировались бы гораздо раньше. Они были бы гораздо плотнее. Они были бы очень массивнее. И планеты, вроде нашей, не удерживаются бы мы. С большой вероятностью, рядом на полетающая звезда сбивала бы нас с орбиты Солнца. Это непрестное слово Богу. Значит, поэтому это число тоже удачное, подходящее. Значит, мы знаем, уже говорили, что есть тёмная материя. Тоже повезло. Значит, без неё структуру невозможно образовать. Давайте физику частиц поймем. Значит, масса нейтрона немножко больше, чем масса протона. Ну, немножко. Очень слабенькая. Значит, если масса нейтрона была гораздо больше, чем масса протона, то, что бы мы зашли? Ядра бы все расплаты. Понимаете? Нейтронные ядра бы расплаты. Наоборот, если бы масса нейтрон был легче, чем протон, то протон бы расплатился. Значит, можно лежить без водорода, трудно сказать, но, наверное, не очень хотелось. А если сильный, значит, тяжелее будет протон, то и опять ядра будет. Все это игра между чем. Я думал, масса нейтрон, 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 нейтрон. Пошевели их и привели. Такой тонкий баланс нарушится. Ну, дальше можно фантазию включать бесконечно. И вопрос о электрославном масштабе – это ключевой вопрос для современной физики. Откуда взялся и чем поддерживается электрославный масштаб? Почему он настолько меньше, чем масштаб эволюционной взаимодействии? Что за это ответственность? В этом контексте, при таком мышлении, можно ответить. Найдем почему. Надо, чтобы слабые взаимодействия были, но мы не знали. В моменте не было любых женщин, чтобы константа фермерной была не равна нулю, но все-таки была нужна. Вот я вам, как говорится, домашнее задание подумать. Чем было бы плохо, если бы фермерская константа была равна нулю? У слабых взаимодействий не было в курсе. У нас первая реакция термоядного цикла в Солнце какая? Сказка. Ответ у нас слабых взаимодействий, которая отличается слабых взаимодействий. Значит, поэтому нельзя константу фермерной, микрославный масштаб, нельзя сильно уносить из области светлого цвета. Значит, я на сегодня привык вот такому взгляду, который получил название когда-то назывался антонным принципом, ну и сейчас тоже такое использую. А сейчас все больше, так сказать, в леониде зеленых использую слово, ну как здесь написано, ну аргументный, значит. Домство проживания. Ну и, в общем, эта идея давняя, сформулированная, была давным на одно, и звучит так, что то место, где мы находимся во Вселенной, я продюсию, является привилегированным местом, так, чтобы оно было согласовано с тем, что мы существуем во времена. Мы находимся там, где можем находиться. Никотинка такая, что в разных... Сула Вселенная очень большая, гораздо больше, чем в юридической части. Где-то константы связи одни, где-то константы связи другие, где-то нейроны гораздо тяжелее, чем протоны, где-то реальные планеты какие-то, а где-то, а вот, протоны гораздо тяжелее. А вот есть места подходящие, и в этих местах мы видим, может существовать. Видите? Значит, картинка... Я вот такую картинку привожу в физице. Значит, есть большая Вселенная, везде она реалитарная, там все неправильно, Смотришь, что самая слишком большая. А вот есть местечка, где все ничего выглядело. Вот там видно. В другом месте мы просто не могли грузоваться. Значит, картинка, конечно, не такая на мысли на поле. А все довольно грустные, потому что вместо того, чтобы пытаться отвечать на физические вопросы, вы прячете голову под труду и говорите, все так, потому что начали. А другая проблема состоит в том, что мы на самом деле не знаем, какие параметры определяются, которые из отрокного образования должны быть выводимы из более фундаментальных параметров нашей теории в нашей жизни. Ну, я могу себе представить, что воемината Менделеева, можно было тоже отрокный документ приводить, и совершенно другие параметры есть. Говорить, что да, вот, так сказать, параметры будут такие, какие и надо, чтобы мы могли существовать. Но, на самом деле, мы знаем, что свойственным элементом является адресериналикой массы, ядерой массы. Поэтому, на каком уровне включать отрокное мышление, это совершенно нельзя понимать. Ну, в общем, это все достаточно грустно, потому что, так сказать, если это так, то какие-то вопросы мы, вообще говоря, можем не найти эмоционального ответа. Но это может быть вполне правильно. И, что интересно, я хочу закончить, что большой огромный коллагер, хотите вы этого или нет, может, таки, дать дополнительный стимул мысления отроков. Потому что хиксовский масштаб, микросталовый масштаб, в том же стандартной модели, ничем не объяснить. Более того, он нестабильный относительно реакционных вопросов. Поэтому, если окажется, что есть хиксовский базон и больше ничего, представьте себе, что за счетом у Николаева найдет базон хикса в стандартной модели, закроет, усидится. Закончит, завершил, а больше ничего нет. То тогда это будет сильнейшим аргументом, на мой взгляд, в пользу Антону Мышки. Ничего не понятно. В дальнейшем фитнесе. А? В этих дальнейших минутах. Ну да, дальнейших минутах, конечно, это вопрос. Ну хорошо, значит, я заканчиваю тем, что есть целый спектр, как говорится, возможностей, возможных исходов травмовой РСС. Он может обнаружить темную материю, он может обнаружить динамику, которые ответственны за приемные осень три Вселенной. Может быть, вполне обнаружить, что это совершенно не такое, о чем мы с вами разговаривали здесь, но в этом после. Может обнаружить что-то совсем, так сказать, неожиданное и серьезное, и пары больших компонентов измерений, и темно-рубинационного масштаба. Может быть, еще более неже на наружу, во всяком случае, так сказать, это все в плюс. Может поддержать взгляд антропологии на вещи, и это будет, наверное, более простой способ. Но в любом случае, значит, представление о том, как устроена динамитальная физика, включая космологию, мероприка будет изменено, дополнено в результате работы. Все, спасибо. Вопросы? 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 В самом начале, в первом веке, когда Вы о капусте постоянно говорили, вот, мне кажется, еще 20 лет назад примерно, вроде небольшой скорость, все космологические величины были, известно, с удручающей малой точкой. Особенно капусты? Да. 50 с полу. Более того, были ряды, прокурирующие, как говорится, с точки зрения. Они говорили, что 100 плюс минус, нам 10, и говорили, что 50. Вот вопрос, да, вопрос, вот в чем. Ну, люди, вряд ли, группировые были. А сейчас Вы говорите, 7,4 плюс минус 1,4. Благодаря чему стало возможно, как правило случилось? Ну, это несколько интересов. Во-первых, Хауэлл. Это, имеется в виду Хауэллский перескоп. Хауэллский перескоп. И он проверил разные стандартные свечи с хорошей точностью. То есть, цифилины, сверховый перескоп. Очень качественные данные, чтобы позволить построить диаграмму Хауэлл совершенно не помню. Но это, имею в виду, это одновременно означает, что физика цифилид и вообще во всех стандартных свечили уже так хорошо поняты. Ну, про цифилиды поняты. Сверхового перескопа не очень. Но все согласуется с тем, что они с другими красно-балками. Это филонология. Это не диаграмма. Но, так сказать, пока ничего не хуже. Теперь, ведь речь идет, на самом деле, о современном Хауэлл. Это значит, что вы смотрите на не очень большое красное смещение. Красное смещение в 2-3, в таком может. Поэтому, значит, тут уже с него отсутствуют. Это первое. Второе. Параметр Хауэлл современный и интерпроширения в семенах в прошлом существенно входит в описание периодового излучения. Это тревая, которую мы здесь получили. В целом, тревая. И если вы пошевелите параметр Хауэлл сегодня, то эта тревая ползает. Поэтому петирование петривой выдает вам, ну, просто с некоторой точностью, буквально петривой. Точность будет похожа, чем заявлено здесь написано. Но тоже это несколько единиц и несколько. Три-четыре, пять, килограмм в секунду. Спасибо, спасибо. Наконец, есть еще один набор данных, так называемых. Ну, на самом деле, есть много других. Но, в частности, есть очень интересные и полезные данные по мы берем в акустическом связи. Я уже на это не остановился. Но это есть некая черта в спектре неоднородности и темности материи, связанная с тем, что... Вообще физика очень красивая, могу вам слова сказать. Физика такая. Вот у вас есть темная материя неоднородность. Изначально они вместе находятся. Потом, скажем, превышение плотности на цели. После этого у вас появляется волна. Звуковая в акустическом связи. Ну, если это циферическая велосказуемость, то это циферическая волна. Она распределяется на определенное расстояние. У вас есть плотность темной материи здесь и коррелированная с ней плотность барионной материи на вполне определенном расстоянии. Ровно расстояние, на которое убегается циферическая волна с момента вашего взрыва. У вас есть вот такая линейка. И эту линейку вы видите в зависимости от расстояния до нее под разными углами. Эта линейка измеряется. То есть это прямо измеряется корреляция между одной крупностью и другом. И, имея эту стандартную линейку, вы можете по ней определить, насколько расширена Вселенная. Речь идет о небольших раз исключения сравнительно. И по ней вы можете определить, насколько расширена Вселенная. То есть какой-то параметр табла в среднем за эти небольшие Z. Это тоже дополнительные источники информации. Собирая все это вместе, вы получаете хорошую точность. Значит, определение космологического табла. А вот когда следует ожидать открытия Базона Хиггса? Ну, просто сложно. Зажимать облиц, а у Лонкинс, это сложная численность. Только подручную, как ты никогда. Ну, и не в каляву. Что, если мы сейчас определяемся? Ну, официально, с точки зрения, не такая, что они только после 2019 года. После этого, после остановки. Ну, по-моему, много-то раньше. Официально ли говорят, что до остановки они не достаточно? Нет, это уж точно они играют. Но если не играют, тогда уже после 2019 года. Ну, после 2019 определён, а просто через сколько лет? Ну, после 2019 года определён, а просто через сколько лет. Здесь есть от массы. Из сложной частицы. Три года уже, после 2019. То есть, если через три года не участвовали, значит, что... Ну, я просто по-моему не положу. Я думаю, что это не 5 лет. Зависит от массы. Если хитс тяжёлый. Если масса чем-то 160, как масса... Ну, если не то перерывом. Ну, да. Этого-то можно. А если масса у него там 120-125, то... Дальзат придётся. Пятью годами от сегодняшнего дня не будет. А если не найдут, тогда же? Чем другой найдут? Что ему точно похоже? Значит... Думаю, что без этого никто не дает. Ага. Вообще, есть, конечно, сценарии без креса, но там полно всего другого. И они, вообще говоря, те, что известны, они противоречат данным прецизионных экспериментов солдат. Поэтому, значит, либо должен найтись какой-то аналог хитса, либо должен найти целый запад частиц, которые заменяют одну хитсу. Если и того, и другого не будет, это я вам говорю. Другая аудитория, что он скандал, где сберет. В дворники, в дворники подберешь. В дворники подберешь. Вот вопрос на скандал. Обязательствует, что в одни и геноборнии необходимы стоят следующие эксперименты, где-то еще на фиксику, аферосель, верю и не найдет. Сколько это нужно сделать? Идет не только об этом, но и об этом, но и об этом. Есть ли альтернативы наблюдательной космологии, которые могли бы внести... Внести не очень. Не очень. Космология дает... Космические лучи? Нет. Нет, нет. Я не понимаю. Может быть, я бы считил? Нет, не думаю. Если так не думать и совсем можно дадутся изонтической системе, то афероскология и астрофизика дают очень дозированную информацию. Она важна, но ее немного. А уж какая физика имеется на тысячах травах, с многими разговорами. Ни в каких положениях. Ни в каких положениях. Она может сказать, как и альтернативы, еще больше. Если бы не хорошо измерили все эти свойства, то, что предсказали, но это другая песня. Как и другое выяснили. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. Ну тогда давайте еще раз поблагодарим. Спасибо.